Продолжение следует... Да замолчи ты уже, мать твою, за ногу. Нужно встретиться с каким-то человеком, который, судя по всему, что-то знает о нашей жене, о том, где она находится. Для этого нам посреди ночи нужно идти в лес. И это, надо сказать, ничего хорошего. Так. Больше здесь похоже на ничего. Неплохая такая хибара, надо сказать. Очень неплохая. Так, это что такое? Понятно. Вот тут отдохнуть самое то, да? Вообще прекрасно просто. Но мы тут не отдыхаем. Давай, отдыхай там уже. Неплохая машина. Жаль, нам не дают на ней поехать. Я покатался. Барри думает, в своем ли уме Уэйк. Барри никогда не думал... Ой, не ладил с Эллис, но знал, что Алан любит ее до безумия. И теперь с Эллис что-то случилось. И вот Алла вооружился пушкой и говорит вещи, за которые людей сажают в палаты, обитые войлоком. Как будто у друга случился сильный психоз, напрочь отградивший его от реальности. Барри был до смерти напуган. Но если он и был напуган, то внешне он этого не выказал. Все такой же взбалмошный тип. Логично. Ну что, давайте выдвигаться к пику влюбленных. Я знал, что я должен был идти к пику влюбленных. Это не было неудачно, которое я никогда не делал. Но я был влюблен с Барри, зато пытаясь говорить меня от этого. Эти люди называли меня прямо в шерифовской станции. Пусть не напугали их. И они были Алла. Какие-то странные. Звуки. Да, довольно жидковат. Ну давайте зайдем. Вполне нормально. Твою мать. Увидели? Ладно, вход сюда один. Давайте послушаем до конца. Ну, скажи мне об этом. Тут же свет есть. Спокойнее сразу стало. Время. Поехали. Но вы не занимаетесь в фишинге? Нет, нет, не в этом году. Видите, Пет, я просто не так competitив. Блин, ну графика для чего приятна. Так, там у нас за окном кто-то... Кто-то прошел. Ладно, спокойно, идем дальше. Там у нас вроде светло. Свет как-то дарит ощущение покоя в данной игре. Хотя... Вот такие моменты... Че-то это все не к добру. Чертовщина тут полнейшей творится. Так, ну давайте проведаем этот дом. Возможно, в нем есть страница рукописи. Хотя, рукопись это, по-моему, неправильный перевод. Потому что он не от руки это написал. Но, в принципе, нормально, нормально. Че я придираюсь. Вообще, перевод в данной игре крайне хороший. И сделан именно так, как я люблю. То есть, без озвучки. Потому что, вот эти вот голоса, игра актера в данной игре, как минимум, крайне неплохая. Тихо. Ага. Новая серия этого дурдома. Он внутри, агент. Он странный. Так. Вы confessаете, чтобы убить этого человека, да? Почему? И он приходит? Да. Но почему бы ты так делаешь? Я имею в виду, ты хороший человек. Нормальный. Пошел к ребенку в соцсоке. Так что, как в игре, вы выбрали человека, и, курируя из опроса арестового оператора, «Святить в голове в голове, разъемно с помощью оружием, с оружием являетесь, как разъемные пальцы. Вау. Это суть реально слегка, да? Продолжение следует... 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 Уэйк в безопасном убежище В последние секунды я изменил направление и бросился вниз топор, расколол древесный ствол Я рухнул в озеро яркого света, легкие горели, не было сил двигаться Я напрягся в ожидании смертельного удара, но его так и не последовало Я поднял голову, темнота оставалась неподвижной Какое-то время, залитый холодным светом, я был в безопасности Закрыто, не поддается Еще что хочу сказать в данной игре, помещение очень хорошо проработано То есть видите, да, все выглядит именно так, как оно выглядело бы в реальной жизни Здесь запросто могли жить и работать люди А то в некоторых играх там поставят, в одном уголке столик, тут стульчик какой-нибудь и все По именноу, такое внимание к деталям, оно, как правило, и заставляет поверить в игру Единственное, но я бы, конечно, хотел, чтобы Alan Wake был от первого лица Ну, от третьего тоже неплохо Это было слишком поздно Кто-то уничтожил циркутбрекер Ничего не было, чтобы обновлялась светом Расти, там все похоже Расти, там все похоже Какие-то ошметки тьмы Ну ладно, боевка здесь не сложная Единственное, когда их будет много, это будет натурально опасно, потому что возьмут число Так, ну все территории полностью под контролем тьмы, как видите, по этим бегающим по земле теням Ничего хорошего, я могу сказать Твою мать Стекла крепкие, да, если человека пронесло и шибануло об стекло, как оно не разбилось Ну ладно, не бэн А вот и Расти Расти уже другой Да хоро бегать Ты посмотри, а какой противный Противный Так, ну давай Давай, давай, давай Фу Довольно душный был Расти Вообще жалко его То есть обычный был неплохой парень Любил Роуз С Роуз ему, конечно, не сильно повезло Но тьма поглотила его Откуда у них вот столько патронов Вот так просто вдумайтесь, да, вот если вот к каждому врагу относиться не как это, рандомный какой-то хер с горы, я извиняюсь, а натурально не так. У каждого своя предыстория, у каждого какая-то был живым человеком. Совсем по-другому начинаешь к игре относиться. Так, ну ладно. Надо маленько прийти в себя. Что? Что это было? Я увидел из комнаты. Я увидел... я увидел что-то! О, не забудьте, Берри. Это просто я, что застал. О, боже. О, боже. Ты не застал. Я надеюсь, что ты застал. Но ты не застал. О, не застал. О, боже. О, боже. О, боже... О, боже. Да уж. Наконец-то нам хоть кто-то начал верить. Так, что это у нас там такое. Ладно... Я скорее всего не смогу собрать все... рукописи. Хотя бы просто потому, что Ну это натурально, нужно каждый уголок обыскивать А я стараюсь сделать более Интересное повествование Поэтому Я думаю вы меня простите за это Так, только куда мне идти? Там у нас свет фонарика Поэтому мне как-то больше туда охота Но что у нас здесь? Здесь похоже другой путь туда Никаких Рисунков нет Невидимой краской Для своей безопасности Двигайтесь по проложенному пути Ну то есть понятно, можно шею свернуть Так, пик влюбленных туда А сюда нас ведет тайник Давайте сходим Куда-то вот сюда похоже На кофе я сюда пошел Обалдеть Пещера лунного света Так, что-то мне это все Не очень По душе Но с другой стороны мы нашли Дробовик Так что какие проблемы-то Открыто достижение Что нашел, то мое Но в принципе неплохо Я этот дробовик, пожалуй, сэкономлю на Что-нибудь необычное Хотя тут все необычно Какие-то звуки оттуда идут Ладно Неплохо сходили Осталось выбраться без приключений Вроде все нормально Пик влюбленных Так Блин Такое ощущение прям, что кто-то ведет Ага О-о-о Ребятушки Так, блин Давай, давай Хорошо Упал Ну, было не так уж сложно В принципе, неплохо И хорошо Хорошо, что так неплохо Что-то масло-масляное какое-то, говорю Так, ну я примерно Правильно иду Но, судя по всему, нет Потому что тут какой-то уже обрыв Так что придется оттуда обходить Ну ладно Там у нас наверху я, по-моему, был Нет Пик влюбленных туда Ладно Ой, блин, сейчас, похоже, опять что-то будет Потому что все под контролем тьмы Джеки бы здесь понравилось Давайте-ка мы отсюда вот Отступим Так, дробовик, хорошо Блин, я не хочу туда спускаться Как-то не очень хорошо Так, ну ладно Я думаю, у нас получится все Ой, блин Как шатает Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай Ты смотри какой-то Да Да Ай А вы скоты Уф, ладно, хоть дробовик тащит Старейший Старый великан перевели Это исключительно высокой дугласовой пихте Было более 200 лет, когда в 1931 году свалило молнии Если верить местным легендам, она доставала верхушку до самых звезд Когда упавшую пихту измерили, вышло 66 метров, без малого мировой рекорд Большое дерево Все хорошо, конечно Надо когда Так, отлично Давай-давай Хорошо Надо бежать, вон там свет Надо бежать По идее, тут можно не вступать во все перестрелки Но мне как-то спокойнее, когда я обезопасил ты вы, как говорится Что сзади никакая бабайка не прибежит и не настучит тебе своим топориком Типа такого Ну, лучше нафиг, я пошел к свету Ой, ой, не гасни Твою мать Че ж ты встал-то? Давай быстрей Уф, хорошо свет Что-то у нас уже батареечки кончаются Кончатся батарейки и все В общем-то, капец будет Ну, ладно Давайте, как бы там ни было, на этом серию закончим, наверное Следующий Пойдем дальше, к пику влюбленных Дорог, судя по всему, предстоит еще Неблизкая Как бы там ни было, это все мы увидим в следующей серии Но пока что все С вами был Артур Всего хорошего Пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok